Добрый вечер. Дмитрий Анатольевич Медведев не так давно писал постановление, согласно которому, начиная с 2014 года, грузовики станут платить по 3,5 рубля за каждый километр федерального пути. Само по себе ситуация чудовищная абсолютно, и то, что она не получила до сих пор никакой правовой оценки, говорит только о том, что степень нашего нигилизма и правовой деградации, наверное, уже просто запредельная. Уже никто не шевелится даже по поводу того, что касается жизненно важных его интересов. Это не просто так, это не какие-то абстрактные там где-то грузовики, катающиеся по какой-то чужой нам стране, начнут с будущего года платить за каждый километр 3,50. Это те самые грузовики, которые нам с вами колбасу с хлебом возят. Это вот они теперь даже на небольшом плече в 100 километров будут обязаны доплатить. И удивительно то, что Дмитрий Анатольевич впервые на полном серьезе назвал очень честно причину, по которой 3,50 с каждого водила. У нас такого не было никогда, потому что, как правило, подобные деяния всегда оправданы как-то целесообразностью, государственной политикой. У нас ведь в целом ничего плохого никто не делает. У нас любая затея власти, она всегда априори великолепна, она гениальна. Она направлена только на улучшение нашей дальнейшей жизни. Реформа ЖКХ, в результате которой тарифы ЖКХ выросли за последние несколько лет на 400%. Это для того, чтобы мы жили лучше. Вы помните, когда у нас только-только первые счетчики на воду стали ставить? По телевизору показывали таких трепетных бабушек, специально под эту ситуацию выращенных в пробирке и дрессированных умело. Они рассказывали, что хорошо, что поставили мне счетчик. Я теперь экономить буду. Я теперь буду меньше воды тратить. Спасибо партии за это. А помните, как у нас стариков уничтожали при помощи лишения их дармовых таблеток и попыткой компенсировать монетизацию? Монетизация льгот это называлась. Мы пытались дать 3 рубля в обмен на инсулин. Инсулина нет и не будет. А 3 рубля? Ну, пойди получи 3 рубля. Может быть, на венок хватит. Это же было все о мерах по дальнейшему улучшению. Это все, как, например, система нашего нынешнего образования реформированная. Мы получили чудовищный совершенно подрыв всех перспектив нашей страны. ЕГЭ — это уничтожение среднего образования. Мы сделали колоссальный скачок от церковно-приходской школы в 3 класса образования 14-го года к всеобщему среднему образованию. При Сталине семилетка бесплатная. Дальше, кстати, платно было. Потом десятилетка. И вот, наконец-то, мы допрыгались. У нас опять обучение платное. У нас опять для страны недоступно среднее образование. И мы имеем это проклятие наше под названием ЕГЭ. И никто ничего не может с этим поделать. Вот у нас любая гадость в стране, она абсолютно реализуема. И ни одно доброе дело невозможно никак применить. Любой человек, который хочет сделать что-то полезное, он обречен. Его замордует. А любой негодяй, желающий сделать все, что угодно. Со страной, со своим делом, со своей работой, с кем угодно, с соседом. Да, пожалуйста. А что мы можем сделать с вашим соседом-педофилом? Да ничего. Вот пока он не убьет вашу дочку, да ничего мы не можем с ним делать. И вот это новое наступление на водителей, когда 3,50 за каждый километр, когда удорожание абсолютно подвоза любого продукта на любую дистанцию приводит к тому, что наша страна, преимущественно находящаяся за чертой бедности, население, живущее вне городов, лишается перспективы, в принципе, хоть какой бы то ни было на этот товар. У нас мало кто всерьез рассказывает о том, что такое голод в Поволжье. У нас по сей пору существует сказка о климатически неблагоприятных обстоятельствах. Нет. Голод в Поволжье, который иногда называют голодомором, это он самый. Вот эта обширная региональная трагедия по уничтожению социального слоя людей, казачество. Это именно там они жили. Это именно казаки ведь были опорой престола. Нет, были червоные казаки, да. Михаил Гордеевич Дроздовский со своей Дроздовской дивизией червоных казаков в 19-м году распетрушил под ноль. И кремлевских курсантов, кстати, тоже. После чего не было несколько лет наборов кремлевские курсанты, и красные казаки куда-то делись. Было такое, да. А в целом-то казачество было опорой престола, в отличие от гвардии, предавшей царя. И казачество было уничтожено. И кто, может быть, читал воспоминания людей о том, как это было сделано, когда приходили, ставили отцепление, отбирали еду и смотрели, как люди просто умрут голодной смертью. Вот мы потихонечку движемся к этому самому сценарию. И начали с того, что 3,5 рубля за каждый километр. И, наконец-то, названа причина, почему. Наконец-то. Это компенсация ущерба дорогам. Вот оно что. Это значит, грузовики, привозящие нам хлеб, наносят ущерб стране. И за это они власти должны. За это власть накажет их рублем. Мы, в принципе, и прежде догадывались, что мы лишние. Но никогда вот такого откровенного цинизма по отношению к нам не было. А теперь он прозвучал. Нам сказали, ребят, мы лишние. Вы лишние. От вас ущерб. Вы должны его компенсировать. И вот эта смелость, она, конечно, делает честь. Дмитрий Анатольевич, вы, наконец-то, раскрыли главную государственную тайну. Народ мешает. Население мешает. Мы мешаем. Мы обязаны компенсировать. Начали с водителей, естественно, как самых платежеспособных причинителей ущерба. Уже готов, вы знаете об этом, законопроект о лишении права собственности на землю за нецелевое использование. Уже готов законопроект о сносе жилья за долги и выселении собственников жилья на улицу за долги. Это когда приходят к многодетным и говорят, вы тут должны за ЖКХ, помните, у нас вчера тут тариф подскочил, пока вы спали, так вот вы нам должны. Поэтому вперед, в сугробы. Заградотряд уже стоит. Это вот то же самое, как с Голодомором. Заградотряд уже стоит. И еду мы вам не привезем, потому что 3,50 за каждый километр. Это феодальная раздробленность. Это московское княжество. Вот оно само по себе, а страна сама по себе. И страна должна. Страна по 3,50 за каждый километр федеральной трассы. Специально для этого придумана система, которая еще не работает. Те самые тахографы. Они только по картельному сговору монополистически одного производителя. Обязаны быть установлены на все грузовики нашей страны уже сейчас. При том, что они пока еще не производятся. Но ГАИ на дорогах водителей уже штрафуют за их отсутствие. О как! То есть вы обязаны сделать то, чего еще нет. И мы вас за это накажем. И после этого вы повезете по стране хлеб в разные регионы. И будете нам платить потом. По 3,50 за каждый километр. Вот интересно. А как скоро нас обяжут возмещать ущерб за факт рождения в этой стране? За факт проживания. За то, что мы пользуемся детскими садами. Ну кто пользовался? За среднее образование. За то, что кто-то даже с высшим образованием. Когда мы наконец станем на счетчику государства и начнем все это компенсировать? А за работу мы сколько должны платить? За то, что мы ходим на работу? Мы в стране, мы власти должны сколько заплатить? Вот водители грузовиков уже начали сдирать. Вот 3,50 с них будут. Им за то, что они работают, по 3,50 за каждый пройденный километр. А с остальных, как будут считать, по метрам или по вдоху-выдоху. И вот все эти события, они сделаны по принципу, а нам так надо. А кто недоволен? Да пошли вы все. Вот нам нужно, чтобы старики у нас все остались без льгот медицинских. Да пошли вы. 3 рубля получил? Иди куда хочешь. А вот нам нужно снести дом за долги. Причем снос здания вашего, вашего личного дома, не является погашением долга. Он является мерой обеспечения. Дом снесли. Знаете, как вот израильтяне это делают на поселениях арабских, когда у них бульдозер бронированный приходит до 9-й и сносит все это под прикрытием танков. Это же просто, что называется, торжество справедливости. Вот этот сценарий. И это все для нашего дальнейшего улучшения. У нас так принято. Что у нас произошло в стране после того, как мы услышали про 3 рубля 50 копеек за каждый километр? Ничего. И только профсоюз дальнобойщиков выразил глубокую озабоченность по этому поводу. И власть сказала, да, действительно, мы разделяем вашу озабоченность. Но нам же нужно компенсировать. Вы живете в нашей стране. Вы по ней ездите, по нашим дорогам, которые, кстати, мы не строили для вас. Которые мы узурпировали. Ведь дороги, вот эти федеральные дороги, они построены на нищенские советские зарплаты. На наши с вами деньги. И сейчас на них запущена система взымания денег, потому что мы должны. Мы той власти были должны, и мы этой власти должны. И вот удивительный прецедент. Водители тихо утерлись. А следующее, что произошло? А следующее, это реформа РАН. Российская Академия Наук. А академики не утерлись. Сценарий один в один. Им сказали, а мы лучше знаем, как вам быть. А академики полезли в бутылку. И у них выяснилось, что есть какая-то солидарная позиция. И они против. И они начали раскачивать лодку. И даже смехотворная наша игрушечная оппозиция из надувных шариков, живущая в Государственной Думе, сказала, что они выразят правительству недоверие. Перерыв на новости. Так вот, Дмитрий Анатольевич Медведев подписал циничное постановление, согласно которому грузовики станут с 2014 года платить по 3,5 рубля компенсации ущерба дорогам за каждый пройденный километр. Страна съела. Нормально, подумаешь, ничего такого. С каких-то дальнобойщиков. Эти чужие люди, эфемерные, будут платить по 3,5 рубля за каждый ими пройденный километр. Нет, это мы с вами будем платить. За то, что они еще хоть что-то, хоть куда-то везут. И академикам тоже самое, пинком в зад сказали, а у нас реформа. А что, кто-то недоволен в натуре? Вы помните выступление Дмитрия Анатольевича, когда он был недоволен нашим своим поведением? Он тогда рекламировал BMW, такая черная BMW, на фоне мертвого зеленого газона. И Дмитрий Анатольевич в косухе такой, в черной кожанке. Он в натуре рассказывал о том, что про промилле он рассказывал, про то, что мы тут все поголовно с вами алкоголики. Я, кстати, тоже, хоть и не пью всю жизнь осознанно. Так вот, академики дали бой, как смогли. Ну, академики, понятно, что то самое народное ополчение в 1941 году, кто был решительным, так он и погиб под Волоколамском. Новое поколение академиков. И, тем не менее, удивительный прецедент. Они не согласились с реформой самих себя, вот все остальные согласились. Мы с вами соглашаемся. У нас с вами стариков уничтожают, мы соглашаемся. У нас с вами многодетных уничтожают, мы соглашаемся. У нас с вами систему здравоохранения под корнем вырубают, а мы соглашаемся. У нас систему среднего образования уничтожают, мы с вами соглашаемся. Нас с вами скоро будут выкидывать на улицу из наших с вами домов, а мы с вами соглашаемся. А академики не согласились. А академики сказали, что их не устраивает такая реформа Академии наук. Они против. И вот эти вот игрушечные с надувными шариками, которые там постоянно самого удивительного красного цвета, оппозиционеры, они сказали, что в таком случае правительству недоверие. Как-то, может быть, осмелятся и выскажут. О, как интересно. А еще они ушли с голосования. И Государственная Дума, которая в первом чтении закон о уничтожении Российской Академии наук подтвердила, она с каким количеством голосов за? Против-то только один был. Это вот к разговору о том, сколько приличных людей у нас в Государственной Думе. Один человек был против. Один приличный, один порядочный человек в Госдуме нашелся. Выяснили методом голосования. Раньше, кстати, бывало больше. Иногда трое оказывалось. Но интересно другое. Об этом сейчас не очень слышно. Но академики сказали, мы инициируем исковое заявление в суд. По данному правительственному постановлению. А вот это уже интересно. Это те посылаемые и реформируемые, которых никогда никто не спрашивает, не только не согласились, они еще пытаются сдачи дать. Ух ты, как интересно. Начинаю с интересом относиться к академической жизни. Очень любопытно. И если так дальше дело пойдет, то это подсказка для всех нас. Для тех, об кого реформами уже вытерли ноги. Для тех, кто пока еще не уехал. Потому что вы помните недавний опрос в ЦИОМа? В ЦИОМа, по-моему. О том, что 45% молодежи мечтает отсюда свалить навсегда. У нас Владимир Владимирович по этому поводу сказал, а стучите вы копытами в сторону океана. Да, стучат. А те, которые еще остались, вот, например, академики, они не согласились. И они дали в качестве намека очень хороший посыл для тех, кто остается. Для тех, кто хочет в этой стране еще пожить. И хочет, чтобы эта страна наконец-то стала человеческой. Чтобы не так тошно в ней было. И очень любопытно. Потому что мы с вами, как водители, мы, конечно, не организуемся ни в какую силу. Вокруг нас всякой сволоты-то очень много. Вот эти все депутатские инициативы, какие-то организации общественные, что-то там связанное с какой-то там свободой, то ли выбора, то ли там какие-то водительские партии. Совершенно бесхозные, бесполезные, толку никакого. То есть вот этой организации сверху, никак не может быть никакого продолжения. Организованность может возникнуть только снизу. Уж не знаю, возникнет или нет. Но на повестке дня вот этой пока не созданной группы лиц, которая может перерасти в организацию, в таком случае несколько исковых заявлений за взятые с потолка тарифы по ОСАГО, за издевательскую систему ОСАГО, за вот это вот умение не платить нам то, что положено, за этот социальный подрыв. Потому что ОСАГО нам была обещана как социальная поддержка водителей на дороге. А получилось все с точностью да наоборот. За акцизы на топливо. Представляете, иск за акцизы на топливо. А представляете себе, вот такой, например, интересный иск по поводу таможенных тарифов и вообще пошлин. А ведь заставляя нас покупать втридорого зверские, неподходящие под этот ценник автомобили, ну, например, Солярис за 600 тысяч, при том, что ему красная цена в базарный день 250. Мы попадаем в ситуацию, когда вот нет у нас денег на хорошее, но нас заставляют пользоваться недостаточно хорошим по диким ценам. А мы, например, хотим трехлетний Мерседес, а он стоит столько же. 600 тысяч можно себе привезти приличную машину оттуда. И она будет иметь 5 звезд по Евронкап. Она будет безопасной. Нас таможенными тарифами и государственной фискальной политикой лишают права на безопасное транспортное средство и вынуждают нас покупать Жигули, у которых не то, что 5 звезд по Евронкап, у Жигулей 4 звезд по Евронкап не будет никогда. Вообще никогда. Это к разговору о безопасности. То есть правительство против нас собирается, злоумышляя, препятствовать безопасным перевозкам, поездкам и безопасному транспорту. Вот исковое заявление по этому поводу. Очень бы любопытна была юридическая коллизия. А юридическая коллизия по поводу стоимости каждого литра топлива, а на каком основании у нас недропользование устроено таким образом, что монополизировано и доказан картельный сговор в ценообразовании и нет никакого результата для нас с вами. Очень любопытный был бы иск. А по поводу платных парковок вообще и платной стоянки в центре Москвы, в частности, великолепно. А деятельность, например, всего Автодора целиком. Очень любопытный был бы тоже юридический процесс. Автодор, он ведь только паразитирует на нашем асфальте, и он не имеет никакого отношения к качеству перевозок, к безопасности перевозок. И ГАИ туда же, потому что деятельность ГАИ не имеет отношения к безопасности. И вообще к нашему существованию на дороге. ГАИ существует не для этого. У ГАИ задача обслуживания власти. Кортежи, мигалки пропустить, нас всех не пустить, а те, чтобы проехали. Это тоже категория очень любопытных была бы исков. Или вот, например, ситуация с эвакуаторами. Вы знаете, что у нас эвакуаторы в стране по закону запрещены? Запрещены они по закону. По административному кодексу они запрещены. И эвакуация транспорта у нас запрещена. Но у нас есть лукавая игра слов. Это называется перемещение транспортных средств. Это не эвакуация. Вот эвакуатор запрещен, а перемещать не запрещено. Поэтому суть закона очень издевательская. Вот мы хотим и пошли бы все нафиг. Или куда подальше. А нам надо. Это тоже был бы любопытный такой вот нюанс юридической разборки. И академики, я не очень знаю, чем они занимались раньше. И я не знаю, как далекий от науки человек, и тем более от Академии наук, какие претензии к ним и насколько обоснованы те, которые были озвучены. Что они все старики, что от них нет никакого толка. Вот за одно за это уже спасибо. Вот за ту решительную позицию негодования, высказанную академиками. Первое спасибо. За решительное противодействие. Второе спасибо. За умение быть услышанными и принятыми на самом верху. Четвертое спасибо. Пятое спасибо за шикарную подсказку. В суд. Вот куда. Конечно, понятно, что никакая парламентская оппозиция, вот эта вот игрушечная в шортиках, она не полезет за нас с вами. Вот по поводу Академиков, да, одна фракция полезла. По поводу остальных, ну, ясен пень, что не произойдет ничего. Но это уже зависит от нашей с вами инициативы, желания и стремления. Поскольку до тех пор, пока не попробуешь, не узнаешь, чем все это кончится. Может быть, со временем мы с вами попробуем. Академикам спасибо за то, что они вдохновляют на такие серьезные осмысленные шаги, показывая пример, что это возможно. Вот сейчас идет такая легкая логическая пауза, переходящая в отбивку. И после этого мы переходим к общению на тему, интересную уже не столько для меня, сколько для вас. 65, 10, 9, 9, 6. Ну, давайте попробуем. На самом деле, пока нету практически ни одного звонка. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Ну, знаете, мне повезло. Я где-то за две недели дозвонился до вас второй раз. Вы счастливчик. Да, мне повезло. Я так понимаю, что я самый первый. И недолго повисел. Знаете, хочу поблагодарить вас за очень хорошую тему, которую вы затронули. Действительно, вещи, о которых вы говорите, ну, мне кажется, есть там о чем подумать. Вот, ну, очень быстро хочу перейти на, вот, про машинки. Можно? А теперь о практике, давайте. А теперь о практике, да. Вот хотел бы услышать ваше просвещенное мнение о такой машине. Прокатился, и мне очень понравилось. Citroën C5 универсал дизель-ручка. А, соответственно, дизель какой? Двухлитровый или 2,2? Два литра, по-моему. Но не буду так, столько категоричен. По-моему, двухлитровый. Потому что у них несколько дизелей есть. Шикарная машина. И у нее безопасный дизель. Потому что, во-первых, французские дизеля, концерны ПСА, это одни из лучших в Европе дизелей. А, во-вторых, это же не тот порочный мотор 1,6 бензиновый, который, ну, не имеет, в принципе, права быть под капотом никакого автомобиля. Особенно в нашей стране. И если C5 на дизеле, 2,0, я ездил в предыдущей версии этого двигателя, когда он имел немножко другую степень форсировки. На автомате он замечательно тянул. На механике он тем более замечательно справится с этой задачей. Тем более кузов комби. Он же брейк, он же вагон, он же универсал. Машина красивая. Сергей, а вот такой вопрос. А вот я просто склоняюсь к тому, что не приобрестили мне эту машинку. Ну, вот честно скажу, понравилась. Вот для людей сделана, по-моему, машина. По-моему, тоже. Вот в плане того, что, во-первых, а дизель, насколько там, не выкинет ли он там что-либо на нашей солярке, да? Даже в пределах Москвы. И вот ручка или автомат? Автомат. Потому что я что-то сомневаюсь по поводу автомат, да? Автомат. Автомат, конечно, автомат. Потому что хорошая эта пара. Нормально они друг друга понимают. Замечательно они едут. И вообще уже пора ездить на автомате. Тем более для нас с вами, для горожан. Пока вот наше московское княжество, оно еще не разрослось до этих гипертрофированных размеров. Но, тем не менее, мы с вами по пробкам, на автомате, туда-сюда. Замечательно. И крутящего момента хватает для того, чтобы автомат никогда не становился препятствием этому мотору. Выкинет он или нет? Конечно, выкинет. Потому что рано или поздно нам с вами обязательно в бак плеснуть такой яд, после которого умрет все что угодно. Но не надо этого бояться. Надо экспериментировать. Телефон программы. Экипаж 6510996. Код города 495. Потихонечку вы начинаете подкрадываться к телефону, нажимать кнопочки. Вполне возможно, что мы с вами неплохо проведем ближайшие полчаса. Алло, Антон, здравствуйте. 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 Слышно вас плохо, но слышно. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, интересует судьба машин. Ниссан Экстрейл первый, который самый старенький, 2004 года. Двигатель 2.0 на ручке. У машинки уже пробег практически 180 тысяч. Хотелось бы понять, что от нее ожидать. Но машинка вообще в целом устраивает. Менять бы не хотелось. Но, к сожалению, таких больше не делают. Антон, а это весь ваш пробег 180 или кто-то еще постарался? Это чистый пробег, потому что машинка сначала была у родственников, теперь у меня. И вы как-то вот по мотору что-нибудь там уже присматривали, компрессию мерили, кечи какие-нибудь где-нибудь видели или как? То есть не подвел, работает молодцом, нареканий нет. Есть просто ожидание, что это Жигули, поэтому, как всякие Жигули, скоро сдохнет. Ну, пробег 180 тысяч уже как бы немаленький. Вот до тех пор, пока у вас машина втянута в работу, она, скорее всего, у вас каждый день так или иначе куда-то бегает. Вот как только вы ее поставите к забору, например, там на месяц, условно говоря, улетели на Канарские острова, вернулись через месяц, вот тут она уже сдохнет. До тех пор, пока она имеет какую-то более-менее регулярную нагрузку, у нее и сальники не текут, и цепи не гремят, и проблем всерьез, вот таких вот, никаких не обнаруживается. Они полезут именно после того, как вы по какой-то причине ее там забудете в сугробе или поставите отдохнуть. И в принципе, 250 тысяч она выхаживает, после чего законы физики возьмут и расправятся с ней жестоким образом. — Я понял, я понял. Ладно, спасибо большое. — Ой, успехов нам с вами. Павел, здравствуйте. — Здравствуйте, Сергей. — Рад вас слышать. — Спасибо вам за передачу, во-первых. — Спасибо вам. — Очень приятно, как раз попадаю, так еду с работы, слушаю. — Счастливый. Вы в такое время успеваете удрать с работы? Представляете, сколько людей вам завидует. — Я официально до шести работаю. — Великолепно. 18.00, низкий старт, 18.03, надо включить уже машину и радио. — Да-да, конечно. Сергей, вопрос следующего характера. Увидел тут Opel Zafira в салоне, в новом кузове. Очень понравилось. Что можете сказать про эту машинку? — Если вы не считаете ее семиместной, то вы и не обманетесь. И она будет молодцом. — Нет, я не считаю семиместной. Мне нужно просто полноценных три сидения сзади, грубо говоря. Потому что все кроссоверы, к сожалению, два с половиной места. Ну, никак не три. — Да. Вот у нее три места сзади полноценных. В принципе, у Форда S-Max тоже три полноценных места сзади. — Но сама вопроса. — Да, конечно. Еще бы. Это же Opel. И тут вот все нормально, но вам именно три. То есть вы четко знаете, что у вас всегда будет пятеро. — Ну, в принципе, да. — Понимаете, какая штука? Вот к нам на рынок аккуратненько крадется. Маленькая машинка. Ее пока нет. Она заявлена. Ее уже все видели, и никто ни разу не трогал руками. Называется она Ford B-Max. — Ага. — B-Max — это штука поменьше Zafira. Но у нее есть одно потрясающее свойство. У нее нет центральной стойки кузова. У нее задние двери отползают назад, передние открываются, как у любой другой машины. Получается распашонка. — Угу. — И вот отсутствие центральной стойки — это абсолютно инженерный шедевр. И если у вас не всегда вот три человека так плотно сидят, зажав билетики, взяв пакетики и говорят, папа, давай, а есть какие-то маневры по салону, то в семейном кругу, в эксплуатации, в рамках дома, быта и хозяйства машина без центральной стойки — это великолепно. Если будет возможность, просто найдите ее где-нибудь, посмотрите, сравните. Она, конечно, не имеет вот этих шикарных гарантированных трех мест сзади. Этого нет. Там три места таких очень компромиссных. Но в ценном машина настолько гениальная, что имеет право на толику вашего внимания. — Ну я просто, Сергей, опасаюсь немного Фордов по той простой причине, что заявленная стоимость обычно, она минимальная вообще в голой комплектации. Когда начинаешь ее накручивать, она вырастает в разы просто. — Так они все такие. А кто у нас иной? Приходишь к машине стоимостью троячок, берешь себе немножечко этого того и уходишь за миллион. А где иначе? Это нормальная ситуация. — Грубо говоря, я посмотрел Opel Zafira, заявленная стоимость — миллион двести в полной комплектации либо дизель, либо бензин, со всеми вытекающими последствиями. Грубо говоря, это подъемно. Но я боюсь, что если я начну считать Форд, то он там вылезет в миллион четыреста, в миллион пятьсот, что совершенно уже не годит. — Ну, он не сильно вылезет, хотя да, и Opel в этом отношении, ну, где-то как-то чуточку отличается от остальных. Вообще у него, что хорошо, богатство комплектации и выбор, конечно, обширный. Можно и того, и сего, и третьего десятого. — Ну, Opel молодцом, и спешите сейчас в таком случае, потому что у них грядет реформа по двигателям. Они сейчас переходят потихонечку на Евро-6, и эта Евро-6 не едет в принципе. Они сейчас поставят туда экобусты свои знаменитые, эти двигатели, которые по Евро-6, и дизеля в том числе. Это такая катастрофа. Эту штуку вы будете пинать всей семьей. — Евро-6 опасаться? — Да. Вот в принципе, когда мы с вами начнем получать уже гарантированные автомобили по Евро-6, это главная причина, по которой нельзя покупать. Потому что оно не едет в принципе, оно в Европе никуда не едет. Но европейцы, они малохольные, они в конце концов от нас сильно отличаются, и у них там есть еще какая-то альтернатива в виде общественного транспорта. Вот в свежем номере авторевю, там как раз есть некролог, совершенно разгромный некролог по поводу этих самых грядущих экологических норм, и как некоторые фирмы неудачно с ними справляются. И одна из них, это как раз фирма «Опель», эти GM-овские машины по Евро-6, с которыми просто катастрофа. — Понятно. Спасибо большое, Сергей, за информацию. Будем думать, будем думать. — Ой, приятных вам хлопот выбора. Так, Михаил, здравствуйте. — Да, здравствуйте. Очень рад, наконец-то, к вам попал. — С дебютом вас? — Первый раз услышал вас на прошлой неделе, и как бы очень кстати ваша программа, мучаюсь выбором вот уже в течение где-то полумесяца. — Уже целую неделю мучаетесь выбором. — Да, больше даже. Вот. Ситуация у меня такая непростая. У меня сейчас рейндж-ровер старенький, Vogue большой, который куплен был новым. То есть, ну, когда-то было все хорошо по финансовому состоянию, сейчас он уже стареет, уже там 160 тысяч подходит пробег. И вот я решил взять что-то новое, но финансы с тех пор немного уменьшились. Поэтому выбираю что-то попроще, в принципе, даже заглядываюсь на седан. И в данный момент выбираю либо BMW 3 в полном фарше, ну, то есть там X-Drive, причем смотрю даже на дизельную, почему-то не знаю. Вот. Либо 3 в полном фарше, либо новую E-шку. Такая она красивая, что прям загляденье. Вот. Не знаю даже, что делать. — Михаил. — Может быть, что-то аналогичное посмотреть. — Вы блистательны в своем стремлении купить машину на черный день, выбирая между BMW и Mercedes. — Ну... — Знаете, я думаю, половина страны в этот момент нервно сглотнула, представляя себе это оскудение кошелька, когда человек впадает до E-класса Mercedes. — Ну, просто когда-то была возможность покупать новые рейндж-роверы, а сейчас, видите, все как-то не очень. Кризисы. — Скажите, Михаил, а вообще вот за эти 160 тысяч пробега, что ваш рейндж? — Рейндж, в принципе, знаете, рассказывают про него, что это самые ломучие машины, там все в них плохо, все течет. В принципе, меня как бы особо не пугает, то есть я за ним слежу. Да, там один раз у меня лопнул посольный шланг какой-то, в принципе, вообще ни разу проблем не было. Коробка вполне нормальная, двигатель у меня стоит, опять же, самый ужасный, про который говорят, M62 BMW-шный. Вот, но я с ним бед не знаю, то есть с ним подвеска вообще ни разу не подводила за сколько, за лет почти уже, не знаю. Ничего плохого с ним нет. — Михаил, какой вы, однако, хороший хозяин. У вас, наверное, и цветы на подоконнике политы все, и холодильник размораживать регулярно не приходится, поскольку там тоже все в порядке. Когда вот настолько все правильно, то, конечно, любая машина у вас выживает, и вот это вечный спор, что лучше, Mercedes или BMW. Ответа на него нет, но вы все-таки идете по пути трешка и ешка, то есть машина разного класса, и трешка для вас это все-таки, наверное, вариант острой хорошей езды, управляемость, динамика, тем более xDrive. А ешка это все-таки попытка, ну ладно, обеднел, оскудел, поеду во фраке в офис, так уж и быть, на представительском седании. — Ну как-то так, просто они приблизительно в одной ценовой категории, там разница, ну вот, то есть либо BMW в полном, она там, ну почти в 2 упирается миллиона, а ешка как раз в самой простой такой средней комплектации будет где-то 2200, по-моему. То есть разница вот какая-то такая, не сильно значимая. — Вот эти машины, они все-таки по идеологии разные, и не случайно одно ни в коем случае не повторяют другое. Вот мерседесовцы у BMW-шников и наоборот не воруют идеи, и они прекрасно отслеживают, то есть что там сделали эти враги, но они друг друга не повторяют. У каждого свое представление о хорошем и плохом, и, соответственно, у каждого своя школа. Поэтому, если вы хотите сделать вот этот выбор между Мерседесом и BMW, вам придется потратить еще не две недели, а несколько месяцев на то, чтобы потестить одну машину, потом пойти на тест-драйв другой, обнулить счетчик, выпить, закусить, убраться в квартире, пропылесосить, нагладить рубашку, еще разочек проехаться, сверить со своими впечатлениями, потом еще раз проехаться. Они вообще в принципе разные. Ну, вообще разные. И эти машины, тем более после рейндж-ровера, у них другая энерговооруженность, другой дорожный просвет, другой способ прохождения поворота, иная динамика. Вам нужно будет к этому привыкать, и привыкать вы к этому будете очень долго, и поначалу эти машины вас будут удивлять, а по-настоящему вы распробуете покупку только через полгода. Не важно, какая это будет машина, Мерс или БМВ, но о том, что именно вы купили, чем вы обладаете, вот понимание, осознание, переходящее в восторг, или наоборот, негодование, это полгода. После рейнджа, конечно, куда ни сяду, везде кажется, что какой-то, ну, какой-то минимализм. Аж страшно. И вообще, тут вот до земли недалеко, а если еще КАМАЗ в форточку просится, так вообще ужас. На рейндже-то он обычно убегал от вас, а здесь-то еще может и притереться невежливо. И сказать, что, знаете, берите точно БМВ, она лучше. Ничего подобного. Она по-своему хороша. Не берите только Мерседес Е-класса. Нет, он по-своему хорош. И, к счастью, он от этих вот, от целлюлитных бедер избавился после рестайлинга и стал действительно краша. Хотя, если пальцем вот так вот эмблемку-то закрыть, и не сразу уже догадаешься, особенно сбоку. Ну, понятно, что кто-то вроде недешевый, но уже не совсем понятно, что Мерседес. И примерять на себя. Иначе никак. Вопрос будет. А вот купе Ешка, у него двери с верхними стойками или вот у него окна так же? То есть, ну, закрываешь двери, они засовываются в крышу. Ну, то есть, зимой не открыть. А, в смысле, рамочные или безрамочные? Да, 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 да. А я не помню. Блин, вот... Это надо подойти и посмотреть, потому что, по идее, оно должно быть безрамочное, иначе всё это не имеет никакого смысла. И мазать всё это с утра до ночи пальцем и силиконом, иначе действительно не отдерёшь, как на Субару обычно. Пока штопор из дома не принесёшь, дверь зимой не откроешь. Ну, да. И просто я, честно говоря, не помню, что там у них. Ощущение, что она безрамочная, но кто их знает. Они в любой момент могут изменить правила игры. Упешка всё-таки очень красивая, эта Ешка. Вот, Михаил, если вы понимаете, что красота спасёт мир, тогда ориентируйтесь на это, потому что за рулём красивой машины живётся гораздо лучше. Тем более, настал чёрный день, нужно рейдж продавать. Чёрный день лучше встречать в красивой машине. Новости. На сайт прокралось сообщение от Алексея, дословно. Полную ерунду говорят у вас в эфире про грузовики, рассчитанную на дураков и халявщиков. В Нидерландах каждый автомобиль оснащён трекером. Это отличный и единственно правильный способ контроля трафика и честного возмещения затрат на автодороге. Действительно, это единственный способ контроля, особенно в Голландии, особенно честного возмещения затрат. А также желательно на каждого человека повесить такой же GPS-приёмник, чтобы честно можно было компенсировать в моей любимой стране за то, что я в ней живу и хожу, например, по тротуару. И если я собьюсь с пути и пройду по газону, то чтобы, наконец, меня можно было оштрафовать. А вот когда у нас 3,50 ввели, то профсоюз дальнобойщиков сказал, знаете, у нас ведь нет уверенности в том, что отобранные у нас с кровью деньги пойдут на дороги. А у нас в стране такая удивительная ситуация финансовых потоков, что никто не может никогда проконтролировать. Во-первых, бюджет, мы до сих пор не знаем наш бюджет, бюджет нашей страны имеет большое количество скрытых статей. А во-вторых, мы не имеем права посмотреть, какие деньги на что пошли. Мы лишены этого права. И вот, например, деньги, которые идут, ну вот дорожный наш налог, они на что идут? Многие ошибочно полагают, что на дороге. Нет, ничего подобного. Все налоги, вне зависимости от того, как они называются, они поступают в общий бюджет, а оттуда уже распределяются. И когда у нас говорят о том, что это компенсация за дороги, во-первых, это само по себе скотство. В нашей стране брать с нас, неважно кого, грузовики мы или легковые, за пользование дорогами деньги. Это чистое скотство. Во-вторых, когда у нас государство отбирает у населения деньги, то почему-то возникает уверенность, что, как вот в том нехорошем анекдоте про маньяка, который деньги детям решил отправить в детский дом, отравленные купюры. Пятнадцать депутатов скончалось, восемь милиционеров, три прокурора, дети не пострадали. Вот что-то в этом плохом анекдоте настолько настораживает, что по 3,50, а также честное возмещение затрат на автодороги, это, знаете ли, как-то не обнадеживает. А во-вторых, это мы с какой стати должны возмещать затраты на автодороги государству, которое строит эти автодороги из бюджета, формируемого из наших с вами налогов и недополученных нами зарплат, при том, что на наши плечи уже положили все, в том числе и ЖКХ. Это откуда истекает наша обязанность такая перед государством? Возмещать за пользование этой страной что-то властям? Алексей, если у вас есть ответ на вопрос, почему я должен правительству и государству возмещать затраты его на моей дороге, объясните мне, пожалуйста, я с удовольствием продолжу обсуждение этой темы. Сергей, здравствуйте. Алло. Алло. Я рад вас слышать. Добрый день, Сергей. Хотел бы ответить на ваш вопрос, почему. Ну, потому что ты виноват уж тем, что хочется мне кушать. Я почувствовал это, да. Крылов как раз по этому поводу и сформулировал нашу вечную обязанность платить стране. Мы должны, да, действительно. Ничем другим, к сожалению, это объяснить невозможно. Увы, у меня тоже не получается. Вот тут мы с вами ходим по одному и тому же цитатнику. Увы. Окей. А, Сергей, я бы хотел обратиться к вам с тем же самым вопросом, что и многие ваши и наши слушатели. Мы сейчас стоим перед выбором, какой автомобиль ему брать на замену текущего. Текущий автомобиль это Метебиша Лотлендер 2.4. Следующей генерации, соответственно. Ему уже, по-моему, лет пять. Машина на автомат. Он мне предложил, говорит, скажи мне, что сейчас интересно есть на рынке. Я ему, честно говоря, предлагаю две машины посмотреть. Одну это Volkswagen Amarok. Мне очень понравилось, как вы его описали. Вот, подробно вы описывали историю с Волоками, со всеми делами. И еще одна машина, которая мне заступила, она абсолютно разная с Volkswagen Amarok. Но у меня коллега купил новую из Ford Kuga. И визуально, если скажем так, внутри в салоне он мне понравился. Соответственно, там, про Amarok я приблизительно понимаю. А вот про Ford Kuga, если бы вы могли чем-то поделиться, был бы очень благодарен. Но вот нынешний Kuga от того первого автомобиля под названием Kuga отличается только рестайлингом. Потому что это одна и та же машина, это не новый автомобиль. Это все то же самое, просто немножечко переоформленное. И, на мой взгляд, более сомнительными моторами. Потому что двигатель 1.6 с турбиной, это, конечно, заманчиво. Но я представляю себе, как он, бедняжка, там надрывается под капотом. И по ресурсу его, дальше, знаете ли, очередная цитата, в данном случае из Буратино. «За него я бы не дал дохлой мухе». Если вы помните, по поводу судьбы самого Буратино было сказано одним из персонажей. 1.6 – это очень изящно для Европы. И не очень хорошо подходит для нас, особенно на полноприводной машине. Тем более вот такой вот тяжелой, рассчитанной на какие-то, так или иначе, сверхзадачи. Хочешь, не хочешь, обляпаешься. Либо в колею, либо в снегопад, либо еще во что-нибудь. И даже «Дастер». Вот, конечно, у него есть 1.6, но вообще-то «Дастер» начинается с 2.0. И нормально едет. И после этого на «двушки» «Дастера» уже можно что-то хотеть. «Куга» – это удобно. Это хорошая легковая машина. «Амарок» – это трудяга. И у «Амарока», конечно, тоже очень много интересного. Особенно если не ошибаться с резиной и сразу выкинуть то, во что он обут, и поставить на него что-то более зубастенькое. Вот он, пожалуйста, уже готов к употреблению. Хотя спрашивается, а ему самому, вот вашему отцу, какой стиль поезда к ему куда? Значит, практически 95-99% передвижения. Это область, соответственно, Минское шоссе. И в этом районе. В Москве он практически не ездит. Слава богу, что работа находится буквально в 20 километрах от дома, опять же, по шоссе. Плюс еженедельные поездки на дачу. То есть грузовые-то задачи у него есть? Потому что «Амарок» все-таки – это крупная машина, она замечательная. Мы, опять-таки, не знаем ее ресурс. И первые «Амароки» норовили умереть на рубеже 60 тысяч. Потом потихонечку стали достигать уже стольника. Вот сейчас появился автомат, постоянный полный привод. На мой взгляд, вот для городского жителя или для ближайшей области получился очень удобный аппарат. Кузов просто большой. Спрашивается, в нем что возить? Вот если найдется что возить, тогда да. Тогда можно будет совершенно спокойно брать именно эту машину, потому что она универсальнее. Места те же самые, сзади гуманно и хорошо, я имею в виду вторую лавку. А в кузов всегда можно, конечно, положить какой-нибудь сток сена или еще что-нибудь из этой серии. Так, Кирилл, здравствуйте. Алло. 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 Вас, в общем, уже слышно даже. Добрый вечер. Здорово, я звонился. Здравствуйте. Вы дождались, самое главное. Я, кстати, тоже дождался вас. Да, спасибо. А у меня вопрос будет не отличаться оригинальностью. Хочу погадать по судьбе моего автомобиля. Я счастливый обладатель Кужа 37-го, достаточно старого. Ой, какой хороший. Какой хороший. Огромный автомобиль. Очень удобная в семье штука. Да, в общем-то, да. Причем с виду он смотрится достаточно небольшой, а внутри очень вместительный, в том числе и багажник. Да. А вопрос такой, то есть, несмотря на вот всю ту грязь, которая там на него выливает, в основном это те, кто никогда на нем не ездил, это касаемые коробки и ресурсы по двигателю. То есть, я вот на нем пробегал уже 122 тысячи, он с 2005 года выпук, и хочется понять, что от него ожидать, потому что начинаются какие-то непонятные явления по коробке. То есть, вы отрицаете чужую точку зрения на эту коробку, а тем не менее, они у вас тоже начинаются. Они вот начались совсем недавно, и хочется понять... А у вас, соответственно, автомат. Да, да. Это, если они начались, то это неизбежно придет к смерти, потому что коробка у него, ну да, реально, она плохая. То, что 122 тысячи выходило, замечательно, очень хороший результат. А мотор у вас 1,6? Да, да, да. Причем сколько, 115 лошадей, 110? 108. Вот мотору, в принципе, никаких проблем, он проживет 250-300, коробка в этом состоянии может пожить еще какое-то время. Но, скорее всего, это те самые симптомы, которые вы отрицаете. А имеет смысл заморачиваться с ремонтом, то есть, как-то там шаманит, там, да, ремонтирует и... Знаете, хороший стук наружу вылезет, поэтому пока все равно катайтесь, а потом будет уже понятно по ходу пьесы, что с этим делать. То есть, вообще, обычно это ремонтируется и всегда без особого результата. Можно. То есть, раз покойничка эксгумировали, два покойничка эксгумировали, на третий раз отчаялись. Ну, да, коробка, в принципе, неудачная. И ресурс у нее, ну, 122 тысячи, шикарный показатель. Это в пользу вам, как хорошему хозяину, который сберег. Понятно. Ну что ж, хорошо, спасибо вам большое. Да, вообще, 307-й это удачная машина, и можно только порадоваться тому, что она до сих пор вам нравится. Это большой плюс. Вот на этом, как ни странно, я с вами прощаюсь. И сейчас в эфир выйдет находящийся на ралли «Шелковый путь» журналист и гонщик Андрей Леонтьев. Если помните, он был у нас несколько дней тому назад в эфире. И как раз рассказывал о том, что такой «Шелковый путь», и он участник этого события. У нас будет несколько включений в течение недели, когда у вас появится возможность услышать, что называется, отчет о боевом дне. Причем не с точки зрения журналиста, а с точки зрения участника.